всем привет вы на моем канале вязание сегодня у нас воскресенье хочу попробовать снять развлекательное видео для вас такое совсем небольшое просто чтобы вам хоть что-то было посмотреть воскресенье я кстати не знаю как вот у других блогеров с видосами но у меня в подписках вообще нечего смотреть мне и времени к сожалению на это сильно нет но и смотреть особо нечего и я решила попробовать в рамках одного дня отснять попробовать именно попробовать отснять игру успеть за час я не буду с собой брать много процессов возьму всего 4 процесса каждому из них хочу посвятить 1 час значит начнем мы с того что у меня есть вот такие носки вы их уже точно видели и у меня они потихонечку подходят к финишу я на втором носке связала уже пятку сегодня и хочу повесить сейчас маркер до чтобы мы с вами видели где остановилась мне вверх осталось провязать порядка 10-12 сантиметров и носочек мы будет готовы за час конечно я этого не успею сделать но думаю что в завтрашнем у нас очки будут полностью готовы так это у меня бобинная носочка из визамания shop вот такой носок они получаются полностью идентичные по полоскам я постаралась да и все совпадает очень приятная расцветка но мне почему-то кажется что далеко не каждый бы мужчина согласился бы на наличие вот этих цветных секций они такие как бы больше детские что ли не знаю у меня останется что-то однозначно от клубочка несмотря на то что это достаточно большой размер до 44 и вот не знаю хватит ли потом и на детские носки но я честно говоря хочу довязать поскорее и постирать и посмотреть как потом будет выглядеть пряжа потому что в процессе вязания она ну такая как это сказать она не эластичная абсолютно то есть она вот я хочу я люблю так делать вот есть она как как веревка и ну мне это немножко дискомфортно даже вот при условии что я почти довязала носки я к этому моменту все равно еще не привыкла и мне кажется вообще не привыкну я люблю эластичную пряжу я в принципе по этой же причине не очень люблю российскую полушерсть потому что она почти вся такая не не эластичная она такая вот совсем немножечко может быть эластичная или вообще тоже как веревочка вот и поэтому я люблю тоже там лан угол ну в общем хочу поскорее постирать посмотреть набухнет пряжа ну разбухнет а после стирки или останется такой веревочкой но я все-таки предполагаю что поскольку это бобина да она должна быть чем-то обработана и носки должны по идее сильно распушиться но в визовлоге я это вам обязательно покажу сегодня уже конечно же не успею чтобы постирать и высушить так макер я повесила тут после пятки уже успела провязать несколько рядов в круговую да и это будет первый процесс которым я хочу посвятить один час работы дальше у меня есть вот такой клубочек готовенький это у меня китайская пряжа конечно же я не скажу как она называется потому что я не представляю даже как это слово произносится читается и вообще ни разу не слышала название этой пряжи это пряжа с алиэкспресс она приходила мне в подарок от моей подписчицы несколько лет назад и вот в весной я вязала платок который мне кстати очень пригодился в день когда был экзамен в гаи потому что несмотря на то что я себя не отношу к мерзлякам ветер был очень пронизывающий холодный сырой влажность была такая неприятно и платок мой меня грел хотя я выбрала исключительно для того чтобы если кто-то замерзнет из моих коллег скажем тогда закутать именно вот кого-то из девчонок там даже если бы из парней а в итоге сама укуталась потому что было жутко холодно вот и у меня оставался еще один моток здесь опять же не помню 170 метров на 100 грамм или 190 то есть пряжа достаточно толстая и оставался последний моточек я хочу связать шапку в комплект к платку но просто для того чтобы это пряжа не валялась да я думала что буду вязать обычную шапку лицевой гладью а потом подумала почему бы не резинкой да то есть даже просто из любопытства посмотреть как это пряжа ведет себя в резиночке как это будет вообще выглядеть и меня просто шапку получится здоровская поэтому будет обычная тыковка скорее всего два на два резинку я свяжу из вполне себе стандартной макушкой вот тут некуда вешать маркер поэтому остаём оставляем как есть дальше обязательно хочу продвинуть полосатый джемпер у меня тут все потихонечку подбирается кстати когда уже совсем скоро можно будет переходить на вязание переда я тут по моему пару рядов каких-то ковыряла слушайте ну так совсем неудобно до в середине ряда остановилась я какой-то макер я честно скажу что я каждый раз предпринимала попытки хоть что-нибудь снять и успеть за час за ноябрь я начинала снимать 1 8 мне кажется я не совру да если скажу что 8 а может быть даже и больше значит джемпер полосатый из пряжи ализа cotton gold плюс тоже уже тысячу раз рассказываю про этот процесс ничего нового здесь на 100 грамм 200 метров я очень люблю эту пряжу и ее в запасах у меня очень много и я уверена что это будет фаворит мой этого года да я хочу в конце года или в начале следующего снять видео фаворитах я напомню да что если вы вдруг может быть пропустили с начала года видео на моем канале будет выходить гораздо реже то есть сейчас выходили редко просто потому что физически я не успевала если бы не учеба да вот особенно последний месяц очень напряженный и насыщенный то конечно же было бы регулярно там как я обычно люблю каждый день до основного года такого не будет я буду выпускать намного реже и это будет исключительно развлекательный контент то есть какие-то готовые работы визоблоги останутся ну в общем честно скажу что вот исключительно будет основана только на моем желании да потому что столько времени тратить и к сожалению на это не могу вот и у меня этой пряжи в запасах много поэтому я думаю что в течение следующего года я потихонечку буду ее там как-то извязывать на плечевые изделия потому что но она мне реально очень нравится вот значит у меня бежевая остаток от одного плечевого серая от второго плечевого голубой у меня еще запасов достаточно там еще хватит на плечевое у меня есть это пряжа в цвете петроль нам очень красивым и я думаю что это будет но может быть не следующее ну по крайней мере в числе первых для следующих джемперов здесь у меня джемпер с v-образной горловины будет и квадратной проймой с одной стороны пройма у меня уже закрыто со второй еще нет вот так то есть она полностью квадратная вот очень бы мне хотелось какой-то из джемперов конечно за ближайшее время закончить но вот для этого надо потихоньку их продвигать поэтому сегодня этому джемперу мы посвятим целый час два четыре шесть восемь но может быть даже дойдем до скосов плеч правда у меня еще нет расчетов а я так была уверена что они есть а нет их нету так это получается будет номер три и скорее всего последнее чему я хочу посвятить немножечко времени это будет ромата там конечно на ромате сильно не разгонишься потому что все-таки это я боюсь трогать все-таки это очень-очень насыщенное полотно на переплетение да то есть узор вот этот он тут вообще медленно вяжется так тут маркер я повесила да на самую последнюю петлю где вот тут вот в желтенький болтается здесь перевесим божечки сколько маркеров маркеров почему маркеров маркеров здесь я не забыла как вязать так это у меня маркеры походу походу я уже это снимала значит это у меня alize lana gold classic 684 цвет пепельный меланж вижу теперь уже не знаю кому старший мой сын сказал что ему колется и вот и вот я не знаю и тут я наконец поймала себя на мысли о том что ну может быть в будущем это будет для меня но тогда мне нужно определяться с длиной то есть если это будет для меня то мне конечно такой длины не нужен еще немножко и все а если это будет не для меня то мне еще вверх вязать и вязать потому что сын мой старший намного выше меня уже на 12 сантиметров ничего себе только сейчас понимает 12 сантиметров выше меня и понимаете да что разница в вязание это значительная то есть с одного на второго не перекинешь очень ладно тут еще все равно вверх хватит мне работы на час поэтому я думаю что постепенно я это решение приму если у меня вывязано два матка поэтому джемпер у нас идет тоже совместный проект но как идет девчонки тихонько вяжет вопросов не задают видимо все понятно значит мастер-класс максимально понятно вот так что этому процессу тоже хочу уделить 1 час и у меня я только сейчас увидела какая у меня получилось шикарная палитра попроситься вот такая серо-бежево-голубая приятно да и немножко вот красок и я не специально все сейчас я отправляюсь работать для вас это пройдет как одно мгновение да а я постараюсь повязать четыре часа может быть как-то будут подключаться как это сказать поэтапно да может быть все вместе не знаю как будет получаться и очень надеюсь что мне все-таки удастся это видео выпустить именно сегодня и да здравствует да здравствует визуальное видео ежедневно надеюсь да и влоги влоги тоже кстати да хочу напомнить что у меня есть влоговый канал это такой формат который далеко не всем нравится поэтому если вам не нравится не стоит подписываться если нравится я вам оставлю ссылочку переходите знакомьтесь подписывайтесь если интересно вот у нас там новая жизнь начинается вот все до скорой встречи так прошел первый час я немножко приятно удивлена сама собой оказывается я не забыла как вязать потому что я довязала до резинки тут конечно еще пару рядов нужно вверх провязать но нужно пересчитывать и я решила что пусть там уже без этих пару минут шитья а вот так может это здесь не то вот значит вот они носочки ну вот еще пару рядов не хватает вверх да и резинка и можно закрывать в принципе еще остается пряжа я думаю что тут точно хватит на детские носки но я сначала постираете посмотрю как это все тянется как это вообще выглядит потом уже буду решать стоит ли именно на детские носки пускать эту пряжу потому что мне кажется именно в детских носках это ну прям очень важно чтобы были носки максимально пружинистые эластичные вот и сейчас на самом деле устроенной необходимости нет у меня у детей носков целая куча вязаных прям больше не нужно да то есть ну чтоб лежали зачем вот так что это первый час довольно продуктивно мне нравится что получается хозяин тоже доволен это первое в его жизни вязаные носки будут я держу в курсе дела вот так что вот такие дела так ну что я вот не знаю мне конечно подмываетесь закончить носок прежде чем приступить к следующему процессу я боюсь что это на не успею хотя походу все успеваю ладно а дальше я наверное возьмусь за шапочку так давно не вязала шапки а что прям вот реально подмывает от души поэтому у меня тут есть платочек из этой пряжи и я прямо по нему сделаю расчеты правда возьму спицы наверное поменьше все таки платок а вы за вам опять на шапку наверное сделаю четыре с половиной пусть будет хорошая такая теплая шапка прям вот в соответствии платку поток конечно нереально классный получился я даже не ожидала кстати всегда так получается когда ты что-то ну не всегда конечно но зачастую получается так когда ты что-то начинаешь просто на отмашь да вот ну просто для того чтобы начать часто бывает что это получаются замечательные вещи очень носибельные очень практичные очень теплые прям то что нужно не знаю как у других но у меня это реально какая-то такая закономерность вот так что сейчас отправляюсь из от шапку быстренько сделаю расчеты найду спицы наверное это будут одики хотя у меня все одики в работе по моему сейчас посмотрим они так давно наводила порядке вроде бы еще ничего ничего не потеряла из инструмента вот так что до следующего включения и так всем привет это получается будет второе включение если ничего не буду сегодня у нас вторник мы тут внезапно снова на больничном с младшим сыном очень не вовремя но мне кажется такие вещи во время не бывают и вы знаете связанием совсем туго поэтому я тут по крупинке собираю эти минуты и понимаю что если я сейчас не сниму это видео пока у меня есть такая возможность на самом деле да вот пока есть еще будут ближайшие 10 минут я дома одна точнее с детьми а потом уже не будет и короче я решила показать только два продвижения всего три из четырех и на этом мы закончим и продвижение конечно небольшие но во первых здесь на свитере на ромате сильно не подвигаешь за час я честно скажу что я реально под но немножко потеряла скорость да то есть за время которое не вязала руки немножко забыли как это быстро делается и то ли усталость то ли штука что-то не то короче я думала я чуть больше провяжу но в ромате у меня получилось вот сколько здесь вверх но 6 рядов стандартно было здесь получилось 2 3 4 5 ну да то же самое 6 вот короче суфлера сбоку по-другому пока никак аромата не знаю до сих пор что с ней делать наверное я после больничного после переезда еще раз спрошу у старшего сына может быть все таки мы что-то решим я бы с большим удовольствием закончила те процессы которые мы бы носили я бы носила там дети носили да то есть ну вот реально после того как он сказал что ему колется он не хочет это носить и у меня пропала полностью мотивация заканчивать этот процесс это если быть честной так так что ну уже буду потихоньку вязать но наверное не сейчас то есть займусь другими процессами более практичными да как это ну да и и шапка шапкой немножечко была такая небольшая папе мне пришлось перевязать значит я изначально набрала почему-то решила что 68 петель мне хватит спицы номер пять были на платке потоки уже к сожалению убрала далеко спицы номер пять были на платке я так прикинула что что где-то 68 70 петель 70 петель это не делится да на резинку 2 на 2 то есть надо было или большую сторону округлять или в меньшую ну вот я взяла 68 провязала на рядов 6 и поняла что что-то здесь не то слишком мало в итоге я все-таки спустила петли со спиц растянула и у меня получила шапка на максах ну то есть потому количество петель поэтому я на основе той резинки которая вот была изначально до первый раз первый вариант сделала расчеты и в итоге у меня сейчас на спицах 84 петли то есть будь здоров 16 петель добавила на шапку 241234 это вот такая вот ширина добавилась достаточно много помощник в студии давай расскажем значит какая история приключилась когда я вязала платок из этой пряжи я диву давалась какая натуральная пряжа ну так сильно было напомню что вязала спицах номер пять а шапку вижу честно спицах номер четыре с половиной это у меня нет рожки кстати их нашла и было потеряла и тут как-то мы делали небольшую что-то типа перестановку и спицы мои нашлись ампот совмещаем приятное с полезным да вот и в этот раз когда я вижу на спицах получается всего на это 4 или четыре с половиной а вот тут я задумалась это четыре с половиной все-таки значит всего на пол номера меньше и я ощущаю эту пряжу совершенно иначе спустя полгода да то есть сейчас я сижу и думаю какая синтетика синтетика синтетическая может быть связано с тем что сейчас после наступления холодов ну еще конечно зимы такой у нас прям зимние нету да но вот этот перепад с максим на зиму он у меня всегда по коже ощущается то есть нужно больше питать кожу да и может быть это из-за того что руки как-то по-другому чувствую сейчас эту пряжу но есть этот момент я прямо подумала боже почему такая синтетика кажется потом вспомнила как-то ведь в прошлый раз казалось очень натуральная пряжа но все равно я думаю что шапка будет очень теплая можно было бы кстати даже взять спицы номер четыре вполне себе но мне шлем такой не нужен я думаю что эта шапка будет дежурная в машине вместе с платком данном случае если допустим куда-то я приеду и мне там нужно будет куда-то долго пройти чтобы не не мерзнуть и потом не дай бог не болеть тебе удобно вообще мы тут да ты теперь тоже блогер вот такие вот дела в общем то это шапка будет шапка клубочек клубочек еще этот дать держи какого цвета серый да а это тоже серый просто немножко цветного добавлено вот такие вот дела сегодня я постараюсь начать снимать что-то подобное может быть 3 у 3 на 3 но потому что хочется что-то выпускать да и мне это сейчас реально необходимо чушушь скрывать да но вот в таких условиях конечно сильно не поснимаешь да максим угораздило же нас заболеть вот такие дела все на этом у меня все такие вот такой вот скромный старт мяч скромное возвращение на youtube на вязальный после длительного отсутствия не бросай на пол пожалуйста все всем хорошего дня не болеть и крепкого вам здоровья хорошая погода за окном теплых носков вам на ноги мы отправляемся лечиться надеюсь что мы очень быстро выздоровеем и я наконец-то вернусь полноценно к съемкам и к работе всем хорошего дня и